Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Российские бизнесмены просят правительство защитить поставщиков коммунальных услуг от штрафов. Домашний кошмар. Как выживают люди в аварийных постройках и возможно ли решить проблему ветхого жилья? 50 лет назад руководителем СССР стал Леонид Брежнев. Почему это время называют застойным? Сфера ЖКХ нуждается в реформах. Но в каких? По мнению бизнесменов, правительство должно защитить поставщиков коммунальных услуг от дополнительных штрафов за некачественную работу. Подробности в сюжете Никита Попова. Наказание для поставщиков коммунальных услуг предложили ввести в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Оно предусматривает выплату конечным потребителям до 30% от стоимости услуг. Следующий шаг – штраф 50% от размера ошибочно выставленной квитанции. Это редкий случай, когда мы вообще поддерживаем правительство, поддерживаем меня, поддерживаем в том, что действительно эта ситуация, которая складывается именно в коммунальном комплексе, она сегодня очень плохая тем, что нет никакой ответственности у поставщиков коммунальных ресурсов. С призывом не штрафовать управляющие компании за плохую работу обратился глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В своем письме к вице-премьеру России Дмитрию Козаку Шохин утверждает, что штрафы окажутся непосильными для бизнеса и не отразятся на улучшении сервиса. Однако в КПРФ считают, что Минстрой должен пойти дальше и озвучить предложение по национализации основного коммунального комплекса страны, о чем уже давно говорят в Компартии. Почему? Потому что мы именно в ситуации с сегодняшним положением в коммунальном комплексе, мы видим вообще то основное противоречие, из-за которого и возникают все проблемы в стране. Проблема в том, что есть задача, которая называется обеспечение жителей качественным коммунальным ресурсом, то есть теплом, электричеством, водой. Есть задача предприятий, частная задача получения прибыли. По мнению КПРФ, в России желание частных лиц заработать побольше не соответствует интересам большинства людей. У нас общественный интерес подменяется частным интересом. То есть общественный интерес обеспечения качественного ресурса подменяется частным интересом получения максимальной прибыли. Проект поправок к правилам предоставления услуг ЖКХ, разработанный Минстроем, поддерживается правительством. А это, в свою очередь, делает маловероятным реализацию предложений Союза промышленников и предпринимателей, что дает надежду на улучшение ситуации в сфере ЖКХ. Никита Попов, Красная линия. Ветхое жилье – одна из главных проблем российского ЖКХ. Проживание в некоторых домах опасно для жизни, но иногда бывает и наоборот. Подробнее о хороших и нехороших квартирах в материале Дениса Щербакова. Да как было? Вот шел в душ, буквально два шага сделал, тут такой кусочек, грохот, оборачиваюсь, весь пол в штукатурке, но упало там нехило. Если бы был ребенок, да даже если бы на меня упало бы, впечатало бы в пол. Жильцы этого дома в Воронеже все время как на передовой. Каждый шаг с оглядкой. Под ногами проваливается пол, сверху падает штукатурка. Все сыпется, все рушится, все валится, ходить опасно, грибок везде, дышать нечем, в кастрюле труха сыпется, едим с этой трухой, ну уже привыкли, наверное, поэтому как на дрожжах здесь все. Этот дом построен в 1958 году. Аварийным его признали еще в 2008, но в программу по переселению из Ветхого жилья так и не включили. А это Липецк. Тут здание намного старше. Только вдумайтесь, первая половина 19 века. 1840 год. В квартире воняет плесенью. Извините, конечно, когда заполняется канализация, которая здесь во дворе, все это выплывает со всеми ароматами, все в квартире. Жить там невозможно просто. Когда выключаешь свет из-под раковины и вот где есть щели, оттуда вылазят огромные слезняки. То есть они ползут. Это можно снимать фильм ужаса в нашем доме. Жители жалуются на сырость, забивающуюся канализацию, холод, обваливающиеся стены. Из-за просадки фундамента несколько лет назад начал рушиться стояк отопления. Нарушилась вытяжка и в квартиры стал поступать угарный газ. Люди терпели долго, но рисковать жизнью все же не стали. Мы бросили, ушли на съемную квартиру, снимаем квартиру. Администрация нам не идет навстречу. Управляющая компания тоже. Все нас бросили. Никому мы не нужны абсолютно. Мы бьемся, бьемся. Суды. Никто нам ничего не слышит нас. В 2013 году жильцы все же добились, чтобы их дом признали аварийным. Однако мэрия установила сроки расселения лишь к 2020 году. А это Нижний Новгород. Обычный панельный дом. Оказывается, он может выглядеть и так. В подъездах итальянская керамическая плитка, полы из керамогранита, перил из нержавейки, бесшумные болгарские лифты. Раньше у нас была обычная покраска, обычная побелка. Ремонт приходилось делать каждые два года. Вот этот подъезд, который вы сейчас видите, мы сделали первый этаж 10 лет назад. Но он в прекрасном состоянии. Арифметика простая. Обычный ремонт подъезда обходится в 25 тысяч рублей за этаж. Периодичность раз в два года. Такой ремонт 100 тысяч, но делается раз в 50 лет. Да и выглядит несколько иначе. Обычную девятиэтажку привел в такое состояние Михаил Швыганов, который возглавил управление ТСЖ в 2003 году. У нас очень умный председатель. Он знает, куда положить деньги, чтобы они у нас скопились. Знает профессионально, как их расходовать. То есть человек очень умный и добрый. Оказалось, содержать дом таким образом можно, взымаясь жителей плату по стандартному муниципальному тарифу. Всего-то разумная экономия средств и грамотный подход к подбору и эксплуатации материала. Денис Щербаков, Красная линия. Внешэкономбанку окажут поддержку за счет президентского резерва, который состоит из замороженных пенсионных накоплений россиян. Об этом пишут ведомости. По данным издания, на оплату долгов банка потребуется около 150 миллиардов рублей. Коротко о других новостях в стране. Число российских регионов, где появляется задолженность перед гражданами по зарплате, растет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, самая сложная ситуация с задержками заработной платы работникам бюджетной сферы складывается и в Забайкальском крае. В России могут быть закрыты наиболее опасные шахты. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, подобные меры могут отразиться на объемах потребления угля. Напомним, 25 февраля в результате аварии на шахте Северная погибли 36 человек. Глава Роснефти Игорь Сечин вошел в список кандидатов в совет директоров Росгидро, сообщает Интерфакс. По данным агентства, кандидатуру Сечина выдвинула дочерняя компания самого Росгидро «Гидроинвест», который принадлежит более 3% акций государственной компании. В Забайкальском крае начались лесные пожары. По данным лесной службы региона, это связано с повышением температуры воздуха в южных и центральных частях края. Напомним, что в прошлом году леса в Забайкалье горели с середины марта, и потушить их удалось только в августе. 50 лет назад Леонид Брежнев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Такое решение было принято на 23-м съезде партии, который завершился 8 апреля 1966 года. Продолжит тему Сергей Смирнов. Время нахождения у власти Леонида Ильича Брежнева не самое долгое в истории Советского Союза. Во главе государства он находился в 18 лет. Правление Брежнева, которое продолжалось с 1964 по 1982 годы, это период разнообразный, в котором происходило множество... То есть он не однороден. И даже если мы возьмем международные отношения, здесь у нас и период максимальной разрядки в отношениях, максимальной дружбы и взаимососуществования государства с разными политическими режимами. Первым, кто назвал время Брежнева застоем, был Михаил Горбачев, когда высказывал свою точку зрения на экономическое развитие страны в 60-е и 70-е годы. Впрочем, сейчас большинство историков не склонны разделять мнение первого и последнего президента СССР. Что было причиной так называемого дефицита? Был ли он вообще? И какие социальные гарантии были у граждан нашей страны в то время? Об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok